Да, он напрыгает по батуту. Сорока. Наверное, цыплят высматривает. Хитрая какая, белобока. Всем привет! С вами Надежда на моем канале Страничка Надежды. Мы с Мишаней вышли из дома. Отправились мы на нашу кусочек маленькой земли, на нашу соточку, на наш алотмен. Не знаю уж как его назвать, но кто в курсе моих жизненных дел, тот знает, о чем я говорю, что за кусочек земли, на который мы отправились. У нас уже, не знаю, весь июнь идет дождь. Каждый день идет дождь. Я смотрю, мне показывает телефон, что у меня 15 процентов зарядки всего лишь осталось. Жалко, жалко. Мы вышли, в общем, на алотмен пособирать ягоды. С собой я взяла вот такую корзину. Именно ту, которую я когда-то покупала на базаре. Как вы помните? Не на базаре, а в магазине. Отправились мы за ягодками пособирать. Мы там на днях были. Буквально в перерыве между дождями попали туда. Дожди идут просто без перерыва. Вот сейчас, даже вот сейчас, да, Миш, накрапывает. Этот дождь, он вообще никогда не кончается. У нас буквально градусов 15 на улице, то есть довольно-таки прохладная температура. Ночью градусов 10-9, вот так вот. Чисто зима, английская зима. Лето, в общем, я шучу, говорю, лето сломалось. Лето в этом году, похоже, не будет. В общем, мы отправились с Мишей за ягодками. Заодно взяла телефон. Ну, у него батарейка, правда, уже такая разряженная. Мы пособираем ягодки. Там уже созрела вовсю. Как Миш называется? Смородина, понятно. А вторая ягодка еще крыжовник. Вот он хоть и мелкий, но довольно-таки сладкий. Мы, в общем, решили прогуляться с Мишей до Лотманта, посмотреть, как там дела. Дела, в принципе, там неплохо. Могли бы быть намного лучше, но в связи с этой отвратительной погодой, ну, как бы лучше не будет. Лучше не будет, будет вот так, как есть. В огороде все очень плохо растет. Ну, как сказать, вся зелень растет очень хорошо. Помидоры, огурцы растут плохо. Вернее, нет, как. Они-то хорошо растут. То есть зелень хорошая, рассада эта выросла хорошо, все. Но из-за этой погоды никак не может хорошо стартануть. Не знаю вообще, какой будет урожай, если будет такое все лето, 15 градусов. Ну, а помидоры, наверное, они все-таки выдержат, какой-то урожай дадут. Огурцы не уверена. Ну, посмотрим. Мы не кормимся с этого огорода. Если огурцов не будет, значит, не будет. Зелени, конечно, полно. Шпинат растет, салаты три вида растут. Зелень, лук там, петрушка, как она называется, фенхель. В общем, вся вот эта зеленушка растет, все прекрасно, все обалденно растет. Кушаем каждый день. Цветы растут, пахнут, не пахнут, а как это, радуют своим видом. Лилии мы срезаем, ставим в вазочку. В общем, в этом плане все хорошо. Единственное, что для огурцов не хватает тепла. Кабачки тоже, в принципе, развиваются. Но я смотрю на ютюбе у других людей в России, да. У них там они уже урожай собирают. Огурцы, помидоры уже у всех. А у нас еще помидоры некоторые начинают только цвести, а опылителей-то нет. Пчелы не летают. Дожди круглые, круглые сутки льют и льют дожди. Все мокро постоянно. В принципе, мне такая погода нравится. Но вот с растением вот так вот. Поля фермерские стоят. Желтые уже готовы к сбору. Но, видимо, фермеры ждут, когда просохнет урожай, чтобы можно было его комбайном собрать. В общем, вот такое вот у нас в этом году лето. Итак, мы на участке. У нас капает, как из пупы ливилизатора. Смотрите, как вам показать это? Вот так вот. Смотрите, картошка цветет вовсю. Здесь почему-то картошка, как будто бы ее кто-то побрызгал чем-то. Не знаю, чем. Не буду ни на кого клеветать. Но выглядит так, как кто-то побрызгал. Дальше картошка цветет, фиолетовая моя картошечка. Свекла тоже вся подросла. Вот так вот выглядит, смотрите, пшеничка. Картошка, которую я тогда с вами... Картошка, которую я тогда сажала, как вы помните, вот она вся вылезла. Смотрите, как выглядит картошка на соседнем участке. Вот как должна выглядеть картошка. То, что у меня... Я посадила, конечно, поздновато, но посмотрим. Может быть, что-то вырастет нормально. Там дальше картошка выросла хорошо, она точно будет нормальный урожай. Ну а здесь посмотрим. Посмотрим, может быть, распогодится и пройдет эта вся морось. Видно, нет? Морось. Прям реально, как будто кто-то на нас сверху брызжет. Мишанька, одну ягодку в рот. Нет, две ягодки в рот, одну в коробочку. Собирай, собирай. В общем, сейчас похожу немножко. Смотрите, как заросло здесь все сорняками, где я копала. Но это такие сорняки неглубокие, скажем так. Пойдемся здесь по этой стороне, посмотрим, как у нас чувствует себя кукурузка. Вот так вот выглядит кукурузка. Дальше тоже взошла картошечка. Здесь вот, где зеленая такая, ковер зеленый, это вот дорожка у меня. Так, дорожка. Вот здесь вот картошка уже цветет. Смотрите, какие красивые цветы у картошки. Итак, снова всем привет! Мы пришли домой с Мишаней. У меня батарейка кончилась прямо на самом интересном месте. Я хотела вам показать свою картошку, которая цветет очень красиво. Ну, к сожалению, батарейка кончилась. Надо было мне проверить ее до выхода из дома. Пособирали мы с ним ягодки. Мама решила из части ягод сделать что-то такое с сахаром, класть в чай. Очень вкусно получается из черной смородины. Ну, а гусбери? Коржовник. Дети кушают так. Вот такие вот у новости. Гуляем, ходим, насколько это возможно. Потому что, говорю, дожди идут просто нескончаемые. Лето просто сломалось. Связываюсь с Калугой. В Калуге, в Калужской области погода классная. 25 градусов. Немножко иногда бывает дождей, ну, таких не сильных. В общем, классная очень погода. Это средняя полоса России. В общем, по мне так самое лучшее. Мне также продолжают мои дорогие зрители моего канала присылать периодически какие-то предложения. Надя, купи здесь дом, посмотри здесь. Земля, дом. Ну, как я сказала, что уже выбор сделан и уже дело сделано. Мечта. Я иду к ней. К нашей общей мечте. И... В общем, дом уже куплен. Вот так вот скажем. Ничего еще пока не рассказываю. Подготавливаю кое-какой материал, чтобы вам показать. Потому что, как вы понимаете, я сейчас нахожусь в Англии. Но у меня есть доверенные люди в Калуге, в Калужской области. В том районе, где был куплен дом. Просто вообще меня распирает. Я уже хочу вам все рассказать, но нужно немножко повременить. Сейчас очень много разных дел, которых нужно делать. Там стройка и так далее и так далее. Как вы понимаете, я нахожусь в Англии. Я не могу даже выехать в Россию, потому что границы закрыты. В общем, в голове очень много планов. Очень много дел предстоит сделать. Просто грандиозных дел. Как вы понимаете, дом в глуши. Прям настоящей глуши, как я и хотела. Как я и хотела. Но в то же время где-то в 30 километрах есть город небольшой. Ну, я это как-нибудь расскажу. Все уже сделаю видео конкретно и прямо о этом месте. Расскажу подробно. Сейчас идет там бурная деятельность. Как говорю, что у меня есть знакомые строители, которые там занимаются этим. Есть доверенные люди, которые мне помогают. Господь послал мне. Просто как-то, ну, невероятно все получается. Просто какая-то вот прям рука Господня ведет. Просто удивительно. Удивительно. Вот такое было сегодня у меня рассказ. Может быть, раньше времени рассказала, потому что хотела сделать красивое как бы видео. Показать немножко, рассказать. Брат туда ездил, делал съемку сверху, с квадрокоптера. Ладно, не буду ничего больше рассказывать. Потом расскажу в отдельном видео уже чуть-чуть более подробно. Насчет моей съемки. Как вы понимаете, я снимаю сейчас с телефона. Купила стабилизатор. Все как бы картинка стабилизировалась. Это здорово. Но все же съемка с телефона, я так понимаю, что если хочешь развивать канал, то лучше все-таки стараться снимать на какую-то более качественную специальную технику. Я уже нашла камеру, которую нужно будет приобрести, чтобы снимать. Но она немножко дорогая, поэтому пока что еще не приобрела. Но в будущем приобрету. Вот уже скоро-скоро починю свой компьютер. В общем, буду дальше для вас снимать, насколько это у меня получается. Как вы видите, иногда я снимаю каждый день. Иногда бывает, что у меня просто руки не доходят, потому что реально дел по дому очень много. По хозяйству, по моему маленькому хозяйству, по дому, с детьми, вообще вокруг семьи очень много дел. К тому же, говорю, что идем к нашей цели, к нашей мечте. И это тоже занимает довольно-таки много времени, продумывание, шагов, планы и так далее, и так далее. Ну, дай Бог, все получится. Могу сейчас пройтись по садику, показать, что у меня творится в садике, потому что там действительно красиво. Конечно же, будет моросить. Я зарядила телефон, так что есть зарядка. В общем, пойдем прогуляемся. Пойдемте прогуляемся по садику. Звуки моего садика. Капающая вода по железной крыше сарайчика. Сейчас я вам покажу немножко свои посадки, как они выглядят, так сказать. Горох мы вовсю едим, просто вовсю. Вот как он выглядит. Вот так вот горошек прекрасный, очень сладкий, вкусный. Темный горох я собираю, я его буду использовать на суп. Он менее вкусный, он тоже здоровский, классный сорт. Я не собираюсь от него отказываться. Он высокий, красивый, очень урожайный. Он не такой сладкий, как обычный горошек, но он очень вкусный для супа. Поэтому я от него не отказываюсь. Смотрите, как красиво цветет слоновый чеснок. Вот так вот. Все в капельках, все в воде, идет морось. Надеюсь, на телефон не попадет. Так, что я хотела еще показать. Грядка вот так вот выглядит, заросшая вся. Финхель. Клубника здесь такое месиво зеленая. Сейчас я пройду вот сюда вот. Накрыла, как я вот накрыла тогда, как арахис, так вот он сейчас и накрытый. Птичка больше не приходит. Пока что больше нас не беспокоит. Следующая грядка, смотрите, как выглядит. Салат мы едим каждый день, и он каждый день нарастает и нарастает. Мы его просто не успеваем съедать. Вот так вот он выглядит. Огурчик. Вот, видите, огурчик. Пока не видно никаких следов цветов. Пчел вообще никаких нет. Вот здесь тоже еще один салат, еще один вид. И вон там вот еще один вид. В общем, салата очень много. Помидоры вот такого размера. Выглядят хорошо, здорово. Здоровые выглядят, но пока что некоторые там другие сорта начинают цвести, но пока что ничего не цветет. Посмотрите, как красиво нас Турция выглядит с дождем. Ой, какая красота. Вы посмотрите на эти капельки, которые собираются в центре листочка. Как красиво, правда? Вон там вот цветут, вон помидорки начинают цвести. Не знаю, как оно будет, потому что никаких ни пчел, ни шмелей, ничего нет. Ничего не летает. Все замерло, все ждет хорошей погоды. Посмотрите, какие огромные подсолнухи. Уже просто гигантские. Лопухи такие выросли. Сколько их, кстати? Раз, два, три, четыре, пять. Пять огромных. И вон там еще поменьше. Сколько там? Четыре, что ли? Вот так вот выглядит. Клубника у меня еще тут есть. Надо ее собирать. Вон она еще есть. Ее вполне много. Кинза растет. Тоже прекрасно все растет. Щавель едим, курочкам даем. Курочек я сейчас не буду показывать. У них там очень грязно, потому что крыша так была и не сделана. Надо мне докупить крыши и все-таки закончить. А может быть и не надо тратить деньги. Лучше эти деньги потратить на новое место. Смотрите, как выглядят ягодки. Красиво, правда? Прям ходишь и любуешься ими. Посмотрите на этом кусте, как много их. Мама собирает семена. Не знаю, куда ей столько. Она буквально каждый день собирает эти семена. Мята разрослась. Вот таким огромным кустом тоже собираем. Смотрите, здесь какие огромные ягодки. О, здесь на полу просто гигантские. Лягушки в пруду. Мама поставила сюда свой аспарагус из комнаты. Очень хорошо себя чувствует. Улицы 12 градусов. Очень жарко, прям как зимой. Я, честно говоря, уже немножко даже замерзла. Ну ничего, сейчас я поснимаю и вернусь домой. Обогрев дома мы не включаем. Но дома у нас градусов 17. Вполне нормально. Сносная погода дома. На улице холодный и моросит. Я пойду домой греться. Смотрите, как. Это у нас что? Это у нас мангольд или лесовая свекла. А вот здесь шарик какой красивый. Знаете, что это? Вот не знаю, будут ли семена какие-либо или нет. Это лук порей цветет. Лук порей, который я хочу собрать семена. Дальше семена собираются. Американский земной крес, как-то так называется. Вон тут амаран вовсю растет. Ну вот как я говорила, что зеленушка всякая растет очень хорошо. Вон лук вовсю едим. Лук объедаемся. Шпинат. Шпинат очень хорошо растет. Ну а вот огурцы и помидоры не знаю. Вот тут тоже помидоры цветут. Но как они будут опыляться, если нету тех, кто опыляет, я даже не знаю. Не знаю. Посмотрим, что будет. О, какой горошек. Жду семена мака. Скоро будут уже. Скоро, когда головки станут уже коричневыми, серыми, я соберу. Прохладно, скажем так. Так. Были на участке. Посмотрели, как растет картошка. Я вам кусочек вроде удалось заснять. Показала. Как вы понимаете, я тот участок, алотмен тот, заводила только ради картошки, чтобы сохранить сорта. Но с таким летом, я даже не знаю, еще так получилось, что я попала на ту землю только в мае, если не ошибаюсь. У меня ключей не было к той земле. И только благодаря своей инициативе, то, что я пошла, нашла человека, который занимается там, алотменом тоже, домой к нему пришла, постучалась. Только через него я получила ключи к доступу к алотмену этому. А организации, так сказать, государства, у которого я снимаю этот кусочек, мне так и не дали ключи. В общем, все как-то так неправильно было сделано. Но надеюсь, что я все-таки свои сорта сохраню, хоть немного. И все-таки какая-то картошка будет. Дальше показываю здесь горох. А между горохом огурцы. Вот такие вот они маленькие. Вот прям посерединке экрана огурец. Вот такие маленькие огурцы. Не знаю, будут они расти или нет в таком холоде. Ух, как холодно! Я смотрю, здесь упали у меня подсолнухи. И вон там вот тоже вдоль забора тоже посажены огурцы. Выглядят они вроде нормально, но в такой холод, не знаю, что-нибудь вырастет или нет. Горох, который не горох. Дикий, наверное, горох. Карлинпи, так называемый, очень хорошо даст урожай. Будет урожай. Так, кабачки вовсю растут. И это здорово. Они растут, но тоже не знаю, какой будет урожай. Посмотрим. Ежевика хочет свистить. Но кто ее будет опылять, тоже не знаю. В общем, одна и та же проблема на протяжении всего видео моего. Вот такая вот у меня проблема. У нас, не у меня, у всех у нас проблема с летом. Вот так вот. Крыжовник мы здесь кушаем. Очень-очень вкусный. Сейчас присяду, покажу вам крыжовничка. Холодный. Холодный. Курица с цыплятами уже отправилась спать. Куры тоже зашли в курятник. На улице их нет. Хотя, вроде как бы, еще день. Ну, вот такие вот у нас дела. Рассказала вам немножечко о своих новостях. Из Англии, так сказать, погода. О погоде. Ужасно холодно. Я пошла домой. Оставляйте лайки. Оставляйте комментарии. Я буду или сегодня, или завтра снимать еще на одну тему, которая мне интересная. Как только будет время. Просто дома не очень удобно снимать. Дома сейчас все сидят. Никто никуда не выходит гулять, потому что... Потому что дождь. И Леша, и Миша даже погулять на самокате не могут выехать. На свои рампы попрыгать, потому что такая вот погода. Ладно. Все. Я заканчиваю свое видео. Я правда замерзла. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм. Там я выставляю какие-то красивые фотографии, которые мест, моментов вокруг моей жизни. И всем пока. И до новых встреч. Смотрите, какое красивое небо. Вдали. Над домами. Здесь детская площадка, которая закрыта. Агафьик, пошли. Цветы собираешь. Пойдем, пойдем скорее, а то темнеет. Агафь, покажи мне свой букетик. Агафья сорвала, собрала. Смотрите, какой букетик красивый. Из разных полевых трав и цветов. Помните, я говорила, что у нас давно не косили траву. Из-за этого карантина рабочих, видимо, было недостаточно. Не косили газоны. И вот, наконец-то покосили. Лежит сено. Прям сено, потому что трава была очень высокая. Его, конечно, не собрали. Прям сено лежит на траве. Никто не убрал. Ну, хорошо хоть покосили. Солнечные батареи на крышах. Это дома, в которых живут пенсионеры. Ох, как ветер задумал. Ой, пошли скорее. Что-то такой ветер поднялся, да? Прям ураган. Сейчас, похоже, опять ливанет. Вот такая вот погода на острове. Периодически набегают ураганы.